Ой, Геннадий, что ж ты делаешь? Всем привет, это Спорт Шрёдингера, я Пётр Воликов. Записываю я выпуск сразу после боя Канело и Калума Смита за титулы WBC, WBA и The Ring во втором среднем весе. Альварес уверенно победил и сказал, что готов к третьему бою с Головкиным. Сейчас я подробно расскажу и о поединке Канело Смита и о том, как он повлияет на трилогию Альвареса с Геннадием. А ещё будет про все возможные варианты для нашего Triple G на первую половину 2021 года. Разберу их минусы и плюсы. Поехали! В бою Канело Смит больше самого бокса порадовала, что получилось сегодня выспаться. Начали не в 7 утра. По самому поединку, ну тут без вопросов. Канело выиграл просто в одну калитку. Дважды 119-109 и 117-111. Получается, забрал 11 раундов на двух карточек судей и 9 на другой. Выступление, которое ярко показывает, кто сейчас лучший боксер вне зависимости от веса. Ни разу Смит не потряс Канело, хотя на бумаге интрига была отличной. Это вам не Шереметов. Калум выше Сауля на 18 сантиметров. Это его весовая категория, но ничего Смит не показал. А в некоторых моментах у него попросту кончался бензин. Не удары даже были. Тупо гладил. Если честно, после такого боя Канело не видно ни одного человека, который мог бы победить его в среднем и во втором среднем весах. И с таким Альваресом Головкину придется ой, как не сладко. Сам Головкин выступил вчера, и результат вы прекрасно знаете. Не просто так Дозон поместил поединки Геннадия и Канело с разницей в сутки. Ну, не совпадение это. Хочет стриминг этого поединка, и это самый прибыльный бой, который может сделать Дозон. Ну, и отдельно хочу отметить вот такой момент. Во время трансляции Канело Смит комментаторы Дозон очень часто повторяли фамилию Головкина. Ой, как это неспроста. Та игра, тот киноматограф, который крутится, или как это. Я-то знаю это все изнутри. И рейтинг следующих соперников для Головкина начнем с Канело. Да, мексиканец лучший вариант. Этот бой и вправду интересен. Пусть Головкину в следующем году будет уже 39. Правда, кажется, Геннадию придется делать то, что он не делал всю карьеру. Подниматься во второй средний вес. В прошлых выпусках я уже говорил, что Канело прямо заявил. В среднем весе не хочу выступать, буду биться только во втором среднем. Но не против трилогии. Уверен в себе Альварес. На бумаге он фаворит. Ну, а для Головкина этот бой все равно нужен даже в статусе аутсайдера. Без него будет какая-то недосказанность в карьере. Ну, и денег будет на пенсии поменьше. Альварес недавно рассказал, что они с Головкиным вели переговоры о бои в этом году. Но из-за пандемии все пришлось свернуть. В любом случае, оба будут ждать, когда вернется нормальная жизнь. Терять миллионы долларов на билетах вряд ли хочется. У нас, казахстанцев, будет всего одно пожелание. Давайте на этот раз трилогию делать не в Лас-Вегасе. Там судьи конченые. Как в КПЛ, да? За Головкиным, если честно, становится страшно. Почему мы прошло уже минут пять, а мы до сих пор не сказали, что Канело Гондо? В Мексике есть еще один хороший соперник для Головкина. Это Хайми Мунгия. Бывший чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO. 24 года идет без поражений и ярко выраженный нокаутер. 36 побед, 29 нокаутов. По данным инсайдера Майка Коппинджера, именно у Мунгии наибольшие шансы встретиться с Головкиным весной 2021 года. Хотя Геннадий, конечно, рассматривает и другие варианты. Мунгия хороший вариант, но не видится он мне пока готовым к соперникам калибра Головкина и Альвареса. Нужно мексиканцу еще минимум годик и пара боев. Нельзя быстро переходить от Гэри О. Салливана и Ториано Джонсона к самым опасным людям твоего веса. Если этот бой состоится, то Головкину придется вести переговоры с Голден Бой, которая представляет интересы Мунгии. И уже не представляет интересы Канело. Лучше всего об отношении Геннадия Компании и ее владельцу Оскара Делла Хои говорит его последнее заявление. У Оскара грязный рот и пообещал Гена убить его, если они встретятся в ринге. Оскар сам виноват, нефиг вызывать Головкина на бой. Ты же уже на пенсии наслаждайся жизнью и кокаином. Девочками, ставками и мексиканцами. Есть ощущение, что в Голден Бой считают, что Головкин старый Мунгия победит и вмиг станет звездой. Но я думаю, ошибаются и недооценивают Трипл-Джи. Даже такой Головкин будет фаворитом, хотя для Геннадия этот бой будет опасным. И тут может случиться классическая история. Молодой и голодный сменит старого чемпиона. Как Маугли Акеллу. Ну и отмечу, что именно Головкин косвенно помог Мунгии дойти до этого уровня. В 2018 году после допинг-скандала Альвареса Геннадий искал замену на майский бой. И до Ванессы Мартиросяна хотел встретиться со всем молодым Хайми. Но тогда атлетическая комиссия штата Калифорния посчитала мексиканца неопытным. И запретила драться с Геннадием. На волне хайпа Мунгии в итоге получил бой с чемпионом мира в первом среднем весе с Адамом Али. И сенсационно победил нокаутом. Мексиканец потом не раз благодарил Головкина, который ему фактически сделал тусалки сер на топовом уровне. Получается, что мексиканцам помогает нашим, что помочь? Впадлу. Алло. Вместе с Головкиным на дозон еще один чемпион мира в среднем весе. Американец Деметриус Андраде. Более того, у американца и казахстанца даже промоутер один. Это все тот же Эдди. Мать его, хирн. Такой бой сделать, ну, проблема. Есть у Андрады один минус. Обладатель титула WBO в профи идет без поражений и без топовых соперников. Причина – он скучный боксер. Такой же, как Мейвезер, только для бедных. Неудобный стиль у Андрады, поэтому с ним не хочет встречаться, например, Канело. Потому что это будут скучнейшие 12 раундов. И Головкину этот бой тоже, наверное, не интересен. Единственный человек, которому интересно подраться с Андрадой – это Билли Джо Сондерс. Он такой же незрелищный боксер, но Сондерс умеет говорить и раскручивает бои языком. В общем, бой с Андрадой Головкин может принять только ради объединения титулов. Но такой задачи у Геннадия уже нет. Так что этот вариант мимо, зачем мы о нем и сказали. Мы все варианты рассматриваем. В рейтинге WBO, кстати, очень высоко расположен нас Жанни Калимханулы. Поэтому Деметриус, скоро твоя челюсть будет валяться на ринге. На канвасе. Во втором в среднем весе вместе с Канело и есть еще хорошо знакомый нам Сондерс. Там он владеет поясом WBO. Эх, как же было обидно, что пару лет назад бой Головкин-Сондерс за звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе не состоялся. То долго не могли договориться, а когда все уладили, Головкин предпочел двигаться ко второму. Ой, блядь. Ко второму, как на древнерусском заговорил, да? То долго не могли договориться, а когда все уладили, Головкин предпочел двигаться ко второму бою с Канело. Сондерс даже сейчас готов спуститься в средний вес в бой с Головкиным за счет титула у британца остается интересным. А сейчас у них еще и промоутер общий, как обычно, это Эдди Хирн. С удовольствием и Хирн, и все мы посмотрели бы такой бой. Но Сондерс теперь будет искать поединка с Канело. Должны были они встретиться еще в мае этого года, но... Пандемия. По второму в среднем весе для Головкина есть еще варианты. И тут я в первую очередь вспоминаю о Джонни Райдере, который выступил в андеркарте боя с Шереметой. Говорил я уже в прошлом выпуске, что Райдера не просто так поставили в карт Геннадия. А еще у них общий промоутер. Кто? Эдди, мать его, Хирн. Можно говорить теперь уже? Так. Это же Мина Райола от бокса. В прошлом году Джон дал тяжелый бой Калому Смиту и с другими судьями мог бы даже выиграть. Райдер крепкий соперник около топового уровня. Бывший временный чемпион WBA. Будет отличным вариантом для Головкина, если он решится подняться во второй средний вес. Идеальный расклад такой. Весной Райдер, в сентябре трилогия с Канело в новой категории. Было бы перфекто. В родном среднем весе есть для Головкина прибыльный бой. Пусть и не такой, как трилогия с Канело. Говорю я про японца Риоту Мурату. Мура, братан, Мура, Мурка, брат. Мурата, олимпийский чемпион Лондона, который сейчас владеет титулом регулярного чемпиона WBA. Уже несколько раз Мурата и Головкин вели предварительные переговоры о боях в Токио. Это было бы большое событие для Японии. Обогатились бы все и Мурата, и Головкин, и их промоутеры. И, кстати, и Дозо. И тут не помешает контракт Мураты с топ-рэнк. Боб Арум отпустил бы Риоту на один бой конкурентам. Потому что тоже был бы в доле. Кстати, Головкин и Мурата хорошо знакомы. Спарринговали и тренировались вместе в Биг Биар. Ну, и здесь стоит сказать, что даже сорокалетник Геннадий Головкин разобрал бы Мурату на суши. Не хочется видеть следующий вариант, но такое тоже возможно. Как бы в следующем году нас не ждал мешок типа Роса, Шереметы и Мартиросяна. Искренне надеюсь, что этого не будет. Успокаивает меня то, что сам Дозон категорически против. Ради Шереметы Головкин сильно ужался в гонораре. А бой не учитывался как один из шести по контракту. За которые Геннадий получает по 15 миллионов долларов. Хватит Росов и Шеремет. В 39 лет надо проводить бои, которые сделают твое наследие более ярким. Ну и о двух сумасшедших вариантах не могу упомянуть. Перед боем с Шереметой Головкин заикнулся, что готов к бою с ютубером. What? С каким? С Мьержаном? О, Мара Уралгазин. Айден Масалим, который Сантьяго Мунис. Бросай вызов тоже Головкину. Это сейчас тренд. Именно ютуберы сделали для Дозон самый прибыльный пока бой. Говорю я о реванше Логана Пола и Киасая. А в 2021-м Логан Пол встретится с Флойдом Мейвейзером. Головкин раньше говорил, что такие бои неуважения к боксу. А сейчас что-то как-то очень как-то ой-ой переобулся ты, Гена. Ну если откровенно, ни ютуберам, ни Мейвейзеру, ни Макгрегору не интересен поединок с Головкиным. Такие бои смотрят потому, что Двану совсем не боксера делает шоу. А Головкин никогда не умел делать треш-ток. Единственное исключение второй бой с Канело. Но там и вправду личная ненависть присутствует. А тут еще и Оскар Делахоя в тысячный раз заикнулся о мысли вернуться в бокс и сказал, что легко разберет Головкина. Чертов наркоман. Ну Оскара понять можно. После ухода Канело ему надо отбивать контракт Golden Boy с Дозон. Всерьез его заявление не воспринимаете. И да, если Оскар выйдет в ринг с любым действующим топ-боксером, его и вправду убьют. Так что это просто слова. Это его решение, как он говорит, все. На сегодня все. Хочу в концовке напомнить. Ребята, мы проводим конкурс Телеграм и Инстаграм Спорта Шрёдингера. Где разыграем в сумме 20 тысяч тенге. Как их выиграть? Надо просто оставить комментарий к постам, которые будут в описании к этому видео и в закрепленном комменте. Ну и быть само собой подписанным на Ютуб, Инстаграм и Телеграм. Итоги подведем завтра в понедельник. Выйду я в прямой эфир Инстаграма в 14.30. Вот такой выпуск у меня получился. Пишите в комментариях, кого вы хотели видеть следующим соперником Геннадия Геннадича Головкина. Аллах, Казахстан! Мы увидим трилогию с Канелом и победим. Пока! Канелоган Дом дон дон...